Привет, дорогие! Я Лера Павина, и вновь добро пожаловать на канал «Поклонение без предрассудков», где мы учимся здравомыслию для того, чтобы наше поклонение перед Богом, как музыкой, так и жизнью, было не зловонием, а благоуханием. И сегодня я хочу поговорить об одном предрассудке, о котором, если некоторые верующие догадываются, то даже боятся о нем думать, потому что это стало настолько мейнстримом, эта отрава настолько поразила тело Христово, что очень даже опасно об этом говорить вслух. Если это явление имеет место быть в вашей церкви, то даже обманываться не надо, как говорится, к гадалке не ходи, к пророку не ходи, все идет от пастора, рыба гнедет с головы, потому что если пастор здравый, он будет подобные вещи пресекать. И если мы не остановимся, то ничего хорошего нам не светится. Конечно, Иисус обещал, что врата ада не одолеют церковь, но те церкви, которые не остановятся, рано или поздно они плохо кончат. Именно так появляются Аделаджи и Мунтианы, если это вовремя не остановить. О чем я собираюсь говорить, ты сейчас узнаешь, когда подпишешься, если еще этого не сделал, нажмешь колокольчик уведомлений, если у тебя это откликается в сердце, то просто делись этим видео со всеми, чтобы победить вот этого нечистого духа. Итак, о чем я? Что церковь, что верующие, что многие пастора, давайте говорить на чистоту, они подменили мотивы, подменили понятия. В то время как мир нуждается в церкви, нуждается в нас. Вот сейчас опять был террористический акт недавно, но люди нуждаются в Боге, они нуждаются в помощи, они нуждаются в спасении в Иисусе, в ответе. Вместо того, чтобы нести Иисуса, мы хотим состояться в служении. С виду как бы даже не прикопаешься. Все выглядит так, что человек действительно ревностный служитель, он трудится для Царства Божьего, но прям вот висит в воздухе, и ты чувствуешь, что мотивы все-таки не те. Не из-за сострадания к людям, а соответственно не из-за любви к Богу, а из-за гордыни, то есть чтобы состояться в служении. Я вообще такой крутой служитель, и все мне давайте служите. И такие служители используют по полной все ресурсы тех, кто их окружает. Но не для того, чтобы его окружение, оно росло, развивалось и приносило еще больше плода для Бога, а для того, чтобы самому проложить себе карьеру. То есть если вдруг ты начал затмевать своего лидера, то тебя сразу же обвинят в бунте и отправят куда-нибудь на задворки смиряться. Поэтому все свои дары ты должен строго реализовывать в видении твоего пастора, твоего лидера, и никак иначе. Хочу обратиться к подобным служителям. Какого такого спасения людей ты жаждешь, если те, кто уже спасены, тебе в лучшем случае не нужны, а в худшем ты идешь по их головам? Этому мерзопакостному явлению даже придумали богословие. И называется оно «Крещение в Моисея». Я не буду сейчас богословски как-то опровергать, но если вам интересно, чтобы я сняла об этом видео, конкретно про учение Моисея, все разложила, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И сейчас я просто взываю, кто бы вы ни были, начиная от лидера домашней группы, где один человек, и заканчивая епископом, просто остановитесь. Вы совершаете несколько грехов. Во-первых, вы зарываете таланты другого. Тот дар, который Бог дал человеку для того, чтобы он исполнил его волю на земле, для того, чтобы еще больше людей спаслось. Вы не даете ему развиваться, и вы забиваете. Второе, вы подаете ужасный пример неутвержденным душам. Те, кто пришел к Богу, например, даже через вас, вы для него авторитет, и вы ему показываете совершенно не то, что вам следует показывать. И они тоже могут это усвоить, и по незнанию своему точно так же поступать. И четвертое, вы строите свое служение на идолопоклонстве. Да, и вот теперь я перехожу к следующему разделу, что все это невозможно провернуть, то, что все это крещение Моисея, оно бы не прижилось, если бы оно не кооперировалось с идолопоклонством. То есть такие служители, они культивируют в людях идолопоклонства. То есть учатся, что если Бог тебе сказал то, что противоречит словам пастора, то надо сделать так, как сказал пастор. То есть пастор ставится уже выше Бога, и пастор вообще всегда прав. Если пастор не прав, смотри пункт первый. Поэтому, дорогие верующие, все мы тоже соучастники, если подобное в нашей церкви творится. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, просто перестаньте лизоблюдствовать, перестаньте лицемерить, перестаньте петь пастору дифирамбы. И вот знаете, сейчас век соцсетей, и вот особенно вот в Инстаграме, например, под постами пастора просто иногда тошнотворно читать. Ну, столько лицемерия, ну, все поют дифирамбы, там все расхваливают. А те, кто рангом подиже, но делает, например, даже больше, то контраст как бы в страничках Инстаграма виден. Ну, вот извините за такое даже банальное сравнение. Но это вот все на виду. Ничто не может быть выше Бога. Служение не должно превращаться в выдало. Если вы, чтобы сохранить свое служение, чтобы дело, которое пусть даже Бог вам сказал делать, делалось, если вы подменяете какие-то понятия, которые непреложны, которые вечно, которые установлены самим Богом, то это уже идолопоклонство, и это уже чуждый огонь, и это уже мерзость, и это Богу не надо. Вот, надеюсь, после того, что я тут наговорила, мы увидимся в следующем видео. Пока!